Ирина Скакалина уже определилась, чем будет заниматься в будущем, и менять свое решение не намерена. На экскурсию в медицинский колледж она пришла еще и потому, что здесь учится ее брат. Работу в сфере медицины Ирина для себя считает очень важной. Потому что это обширная профессия, и достаточно хорошо платят, и я хочу помогать людям, потому что я хорошо к ним отношусь. Для девчонок и мальчишек, которые подумывают о карьере врача, на встрече не просто рассказали о возможностях Саровского медицинского колледжа. Восьмиклассникам показали, как оказывать первую медицинскую помощь человеку, который не дышит. Это очень важно, потому что если ты увидишь человека, который лежит без сознания, то мало ли что с этим человеком может случиться, и то есть надо хотя бы оказать первую помощь. Школьники попробовали повторить манипуляции экстренной помощи на специальных манекенах. По мнению сотрудников колледжа, такой подход к профориентационной работе себя оправдывает. Еще до поступления в среднее специальное учебное заведение, ребята будут представлять, из чего будет состоять учеба и дальнейшая работа. С моей точки зрения, человек, который идет в медицину, вообще не только медсестрой и медбратом, а вообще медик, он должен иметь огромное желание помогать людям, несмотря ни на что. Должен желать работать, все-таки это труд, и труд нелегкий, как правило, и получать от этого труда удовольствие. Кабинеты массажа, анатомии, ухода за ребенком и за больными в стационаре. Проводя экскурсию, сотрудники колледжа старались показать максимум того, с чем в будущем придется столкнуться ребятам, которые пожелают стать медицинскими работниками. А таких по итогам визитов с АРМК оказалось большинство. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.